Здравствуйте, друзья! Кэти Вуд из Арк Инвест только что купила акции фьючерсного биткоин ETF от ProSBITO на 92 миллиона долларов. Это второй крупнейший фьючерсный биткоин ETF в мире. За какие деньги она купила их акции? За те, которые она получила от продажи всех своих вложений в GBTC. Именно так она продала все свои запасы биткоинов в Grayscale и перевела полученный кэш во второй крупнейший фьючерсный ETF в мире. Ну и панику же развели вокруг этого события, особенно учитывая то, что Кэти продолжает продавать акции Coinbase. Существует несколько теорий, почему это происходит. Это большой шаг, либо в рамках подготовки к запуску спотового биткоин ETF от Арк Инвест, крайний дедлайн для одобрения которого назначен на 10 января 2024, либо же она готовится к тому, что Grayscale Bitcoin Trust перестанет существовать, так как он будет трансформирован в спотовый биткоин ETF от Grayscale, либо же Кэти готовится к потенциальному коррекционному движению на рынке, либо же, добавлю я, готовится сразу ко всему. Возможно, Кэти из Арк Инвест просто знает то, чего не знаем мы. Для справки, GBTC, либо же Grayscale Bitcoin Trust, это флагманский инвестиционный продукт, который помогает институциональным инвесторам купить биткоин. Аккредитованные инвесторы в США с помощью GBTC могут приобретать криптовалютные продукты в виде акций. Один биткоин на данный момент это 1232 акции GBTC. Это график позиций Арк Инвест и Кэти Вуд в акциях GBTC. Их было около 2,2 миллиона. И как ты видишь, приблизительно с 18 октября 2023 года Кэти начала активно избавляться от этих инвестиций. На сегодняшний день она полностью избавилась от GBTC. И если посмотреть на график премии или скидки для GBTC, то можно заметить, что она продала прямо вот здесь. На самом пике сокращения скидки для инвесторов в GBTC. Сокращение скидки на акции Grayscale Bitcoin Trust означает рост институционального спроса. А значит, Кэти продала на самом высоком уровне спроса инвесторов в GBTC с июля 2021. Эти события вызывают большую тревогу в криптосообществе сейчас, и это закономерно. Люди задаются вопросом, неужели Арк Инвест и Кэти Вуд знают, что уже 10 января 2024 года случится крах криптовалютного рынка. И именно поэтому она полностью выходит из позиций. Посмотри на это. Позиция Арк Инвест в Grayscale Bitcoin Trust 0%, но я предлагаю альтернативную и более позитивную версию. Вероятно, Кэти Вуд использует фьючерсный ETF от ProShares как инструмент для сохранения своих наличных и их ликвидности под 15%. После того, как Кэти Вуд избавилась от всех биткоин-позиций в Grayscale Bitcoin Trust и купила акции BITO, Арк Инвест стала вторым держателем этих акций. Но это временно. Кэти использует этот фьючерсный ETF только как парковочное высоколиквидное место для перехода в свой собственный спотовый биткоин-ETF. Кроме этого, Арк Инвест, конечно же, не хочет буквально финансировать чужой спотовый биткоин-ETF, оставаясь в GBTC, который Grayscale собирается превратить в спотовый биткоин-ETF. Акции Coinbase продает не только она, но и руководители самой биржи. И они этого не скрывают. Они совершенно не стесняются, что продают собственную компанию. Я думаю, что Кэти продает эти акции потому, что они выросли на 400% в 2023 году, что в два раза больше роста биткоина за этот же период. То есть акции Coinbase превзошли биткоин. Кэти Вуд продает их по двум причинам. Первая. Арк Инвест давно уже славится тем, что любит фиксировать прибыли, а затем реинвестировать их. И даже несмотря на то, что сама Кэти говорит о том, что к 2030 году биткоин вырастет до 1 миллиона долларов, она не стесняется фиксировать прибыли на биткоине. И это поведение здорового человека. Вторая же причина заключается в том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США настояла на том, чтобы все спотовые биткоины ETF, заявки на запуск которых были поданы, обеспечивались и погашались не в натуральной форме, а в денежной, наличными. Ранее планировались спотовые биткоины ETF в натуральной форме. Биржевой аналитик Эрик Балч у нас говорит, что SEC готова одобрить спотовые ETF только в денежной форме. Это означает, что инвесторы должны будут использовать наличные деньги для транзакций в ETF. Также инвесторы при покупке и продаже акций ETF будут отдавать или получать не биткоин, а наличные. Это значит, что покупать акции ETF они будут за деньги, а продавать за цену биткоина на момент продажи. И в отличие от этого, спотовый биткоин ETF в натуральной форме подразумевает получение инвесторами настоящих физических биткоинов. Да уж, это явно не то, чего мы ждали. Но хорошие новости заключаются в том, что Гонконг, например, собирается одобрять спотовые биткоины ETF и в натуральной, и в денежной формах. А значит, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США тоже однажды будет должна одобрить и натуральный спотовый биткоин ETF. Итак, на данный момент Комиссия по ценным бумагам и биржам США готова одобрить ETF только в денежной форме. Арк Инвест на этом фоне жестко фиксирует прибыли по GPTC и Coinbase, а полученные средства паркует в высоколиквидном фьючерсном ETF. Теперь ты понимаешь, почему? Потому что им нужны наличные деньги для их собственного ETF, в котором обеспечение и погашение будет происходить в наличной форме. Однако это не означает, что биткоин не может упасть ровно 10 января 2024, даже в случае одобрения ETF. Верхний график это цена золота, нижний биткоина. Проследи за поведением цены золота после одобрения золотого ETF, а затем сравни с предполагаемым движением биткоина после потенциального одобрения биткоин ETF. Пока что биткоин повторяет движение золота. В обоих случаях мы видели большой рост цены в ожидании одобрения спотового биткоин ETF. Сегодня многие ошибочно полагают, что золото сильно выросло сразу же после одобрения ETF, но реальность такова, что она сначала потеряла по крайней мере половину своего ралли до одобрения. Как ты видишь вот здесь, оно скорректировалось на 50%. После этого последовал длительный период накопления с марта по сентябрь. А далее мы увидели настоящий бычий рынок и достижение новых исторических пиков. Если судить по этому сравнению, то биткоин может ожидать большое падение после принятия ETF на 50%. Затем боковое движение, как вот здесь. И уже после этого большой рост до новых исторических пиков. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новом году. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok